Всем добрый день! Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И этот короткий импровизированный ролик возник из вопроса, который мне вчера задали молодые люди, участвующие в турнире юных физиков. Там в одной из задач требуется использовать неодимовый магнит, но и нужно знать его характеристики. Вот по паспортным данным у таких неодимовых магнитов остаточная магнитная индукция составляет 1,2 Теслы. А говорят они, мы берем датчик, ну и вот у меня такой же датчик магнитного поля. Я его подношу и вместо 1,2 вижу 0,17. Это как раз в 7 меньше. Спрашивается, а куда все остальное пропало? Неужели он паспортным данным не соответствует? Ну правда я вот еще к датчику приглядываюсь и вижу, что датчик, вот он внутри прозрачного столбика находится на некотором расстоянии от края. И понятно, что когда я подношу, поле растет достаточно быстро. Ну и быть может, если бы мы все срезали под самый датчик, может быть и получилось 1,2. Но кажется, что все-таки нет. Ну и давайте мы с этим сейчас с вами поразбираемся. А все дело в том, что остаточная магнитная индукция, ну а вы знаете, что я предпочитаю говорить, остаточное магнитное поле B. Это характеристика намагниченного материала, из которого сделан магнит, а не самого магнита. И сопала бы она с характеристикой магнита, вот в такой специальной ситуации, если бы мы взяли много дисковых магнитов, составили бы из них такой очень длинный столбик, а потом бы этот столбик так чуть-чуть раздвинули, получили бы узкий зазор, и вот там, внутри зазора, померили магнитное поле B. Вот оно бы и составляло, если верить производителям, 1,2 теслы. А теперь дальше смотрите, что я буду делать. Ну представьте, что я поле здесь же измеряю, а половину столбика удаляю. Ну и немедленно магнитное поле вот здесь на поверхности упадет два раза. Оно раньше было, если оно раньше составляло 1,2 теслы, то теперь оно уже составит 0,6 теслы. А дальше я буду убирать вот эти дальние магниты. Они ведь тоже какой-то вклад давали в поле здесь. И поле будет еще уменьшаться. Ну и вот, если бы остался очень тоненький магнит, ну понятно, что и поле бы уменьшилось в пределе до нуля. Ну вот оно какое-то здесь осталось, уже существенно меньше, чем 0,6 теслы. А дальше я еще отодвигаюсь от этой поверхности немножко. И еще за счет этого оно падает. Ну вот мы и получаем те 0,17 теслы, которые я намерил и которые намерили молодые люди. Ну я думаю, что они теперь... Я надеюсь, что они уже разобрались с моих вопросов. Ну теперь вот после этого ролика точно разберутся. И думаю, что многим из вас это рассуждение тоже будет полезно. Так что спасибо вам всем большое за внимание. И спасибо тем, кто задает хорошие вопросы.